Мобильный видеобронхоскоп, рентгенаппараты и специальные дезинфекционные камеры. Необходимое оборудование получили сегодня три ведущие больницы Кыргызстана на общую сумму 15 миллионов сумм по проекту ЮСАИД, укрепление устойчивости системы здравоохранения. Церемония передачи медтехники состоялась сегодня у здания национального госпиталя. Национальный госпиталь хотел, чтобы у них был видеобронхоскоп для диагностического оказания, для диагностики заболеваний именно бронхолекочных путей. В Чуйской областной больнице было предоставлено передвижной рентгенаппарат. Кроме этого, Оржская городская клиническая больница просила дезинфицирующие камеры для нательных, постельных мельев после именно лечения COVID-19. Новые установки облегчат работу врачей и позволят быстро исследовать инфекционные заболевания. Диагностические лечебные процедуры будут выполняться качественно и точно. Проводим диагностику лечения бронхолекочных заболеваний. С помощью этого аппарата мы берем биопсию с бронхолекочного дерева и при новообразованиях лечебных заболеваний производится биопсия и своевременно направляется на диагностику. При трудных интубациях, при трудных наркозах проводится помощь при интубации перед операциями. Как известно, многие медаппараты и иная техника в здравоохранительных организациях устарели и пришли к износу. А некоторые вовсе нуждаются в оснащении необходимым оборудованием. Сотрудников очень сложно было поставить клинический диагноз, потому что у нас отсутствовал ларингоскоп. Это надо было специально больного ввести в лороотделение, в отделение. А этот мобильный, можно даже в скорой помощи посмотреть больного и поставить диагноз. Потом видео ларингоскопы получили. Его преимущество объясняется тем, что он мобильный. Тем более японского производства, в смысле современный. И это сказывается на улучшении качества оказания экстренной медицинской помощи для населения Чуйской области. Отметим, что с начала вспышки коронавируса Юсаид предоставил более 10 миллионов долларов в борьбе со всеобщей пандемией. Из них более полутора миллиона были выделены на покупку медицинского оборудования, таких как концентраторы кислорода и лабораторное оборудование для тестирования. Продолжение следует...